В областном центре прошло заседание Межправительственной Белорусско-Казахстанской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Обсудить вопросы дальнейшего развития, новые идеи и проекты в Гродно приехали представители ведущих Акиматов во главе с министром по чрезвычайным ситуациям Казахстана Владимиром Башко. Во время совещания были подведены итоги прошлого года. Результатом совместной работы обе стороны остались довольны. Каждое такое заседание, оно помимо формальных решений, оно еще имеет несравнимый человеческий эффект, когда наши госслужащие, принимающие решения, смотрят в глаза глаза и проговаривают. И бизнес-сообщество тоже находит новые взаимовыгодные приемлемые контакты. С каждым годом сотрудничество развивается и дополняется новыми проектами совместной работы. Интерес сторон растет по всем направлениям. Как отметил заместитель премьер-министра Республики Беларусь Михаил Руссый, расхождение во мнениях есть, но сопредседатели комиссии, учитывая взаимные интересы, находят золотую середину. Объем финансовой выручки растет с каждым годом. Это говорит о том, что страны движутся в верном направлении. Недавно более 250 белорусских предприятий приняли участие в национальной выставке в городе Астана, где представили широкий ассортимент производимой продукции. В рамках мероприятия удалось решить вопрос о поставке белорусского сырья на предприятия Казахстана. А также появились задумки о создании совместных предприятий по выпуску сельхозтехники и хранению зерна и кормов. От промой продажи уже мы в года три уходим от того, что создаем или совместное производство, или производство, которое дополняют друг друга. Открыто 13 совместных производств в Белоруссии или сборочных цехов Белоруссии в Казахстане. Все комбайны, которые мы поставили в Казахстан, они собраны именно на предприятии в Казахстане. Результатом этой работы является 40-тонный самосвал «Казбелаз», который по белорусской технологии выпускает казахстанская сторона. Все это говорит о положительной динамике межправительственного сотрудничества. Мы наработали один из основных таких направлений, благодаря нашим казахским коллегам, в новой редакции, где составлен новый договор о дорожной карте на 2014-2016 годы. То есть мы вот первую дорожную карту освоили, проанализировали, что получилось, но получилось неплохо, мы называем, а вот сейчас новый этап. В перспективе создания индустриально-технологического парка в Икмалинской области. Планируется, что там появится производство по изготовлению технического оборудования для белорусских тракторов. Также на совещании шла речь о создании совместных предприятий по производству мясной и молочной продукции. Мы вышли еще на очень интересную сферу. В Казахстане реализуется несколько программ по подготовке кадров. Это программа «Балашак. Будущее», где мы в лучших вузах мира готовим наших молодых людей, аспирантов. Оплачиваем это, несмотря ни на какую стоимость в том же Кембридже, в том же Масосуческом университете, в школе бизнеса. То есть у нас на это деньги выделены очень серьезные. И мы сейчас рассматриваем вопрос с тем, чтобы обучать наших аспирантов, студентов в белорусских вузах, поскольку уровень образования у вас достаточно высок. В свою очередь, казахстанская сторона готова платить за качество. К слову, переподготовку в белорусском институте МЧС прошли 500 специалистов пожарной службы. Как отметил Владимир Башко, это только начало, и государство не будет останавливаться на достигнутом. Сейчас у нас идут серьезные переговоры между нашей Академией по подготовке государственных кадров при президенте и вашей Академией, тоже установлением взаимовыгодных контактов. Обсудив планы на ближайшее время, обе стороны подписали итоговый протокол 10-го заседания Межправительственной белорусско-казахстанской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. В будущем стороны планируют также развивать космические технологии и атомную энергетику. А это совершенно новый уровень взаимоотношений между Белоруссией и Казахстаном. Евгения Филиппова, Сергей Печерица, Новости Гродно+.